Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы разбираем вторую часть темы номер 10 Тактика медицинской сестры при хирургических заболеваниях живота Подготовил Шевченко Александр Романович, Балтийский федеральный университет 2020, Медицинский институт, факультет СПУ Нельзя сказать, что эта тема для вас новая, мы ее уже проходим Вы большинство из этих моментов знаете, но некоторые я бы хотел снова осветить для вас Может что-то напомнить, может что-то новое вы узнаете из этой лекции Итак, поехали! Острый аппендицит Это самая распространенная нозология в общей хирургии Это воспаление аппендикса Аппендикс с латыни это придаток Вот Формы Катаральные, флегмонозные, гангренозные Соответственно, от более Мягкой формы, катаральной К более тяжелым Проявляется С боли в животе На фоне нормального самочувствия Люди обычно не отмечают, что могло спровоцировать эту боль Боль носит постоянный характер Сначала умеренная, затем нарастает Не купируется спазмолитиками Купируется приемом НПВС Нестероидных противовоспалительных препаратов Однако на время Затем снова усиливается Может возникнуть в любой части живота Чаще в эпигастральной области Или области пупка Также может быть абсолютно не вокализированным Это связано с вариантами расположения аппендикса И радиацией боли Через 4-8 часов Боль сконцентрируется в правой подвздошной области Здесь важно сказать, что это связано не только с вариантами расположения аппендикса А если расценить брюшную полость и разделить ее на сегменты То есть эпигастрий, правая подвздошная область Вам важно понимать, что есть такие аномальные расположения Как подпеченочное расположение В малом тазу В силу того, что Слепая кишка Она может иметь длинную брыжейку Относительно Чаще всего так не происходит Но это возможно И в силу этого мы можем введить И радиацию боли в разные участки Однако Есть очень два важных параметра Когда у нас начинается воспаление И мы встречаемся с явлениями катрального аппендицита У нас есть два типа брюшины Как вы помните, это висцеральная Которая выстилает покровы внутренних органов И париетальная Та, которая выстилает стенки полостей В нашем случае это брюшная полость Так вот Когда речь идет о раздражении Висцеральной брюшины Боль не может быть локализована Это особенность иннервации А так как наше В просто речи Солнечное сплетение Находится в эпигастрии То Чаще всего Этот симптом Возникновения боли при аппендиците Именно висцеральной боли Он не локализован Или локализован в эпигастрии А затем Со временем Он перемещается В правую подвздушную область Из-за чего же он перемещается В правую подвздушную область? Из-за того, что Аппендикс наш Настолько становится воспаленным К тому моменту Что он Касаясь К Париэтальное брюшине Вызывает ее раздражение Варианты положения Червеобразного отростка По отношению К слепой кишке Нисходящие При нисходящем Чаще всего Боль иррадирует В малый таз То есть сюда Медиальная Возможно в пупок Иррадиация При вентральном Или ретроцикальном Боли Будут При вентральном В правой подвздушной При ретроцикальном Они могут довольно Быть Невокализированы Длительное время Так как не будет Происходить Контакта С Брюшиной Иногда Червеобразный отросток Располагается Прямо По поверхности кишки Буквально Впаиваясь в нее В некоторых случаях Кроме ретроцикального Бывает еще Ретро-перитониальное Расположение Червеобразного отростка Когда У слепой кишки Отсутствует Брыжейка И соответственно Червеобразный отросток Будет находиться В клетчатке Которая Расположена Позади брюшины Это очень опасное состояние Потому что В жировой клетчатке Очень хорошо Распространяется Гнойное воспаление И не происходит Контакта С Париэтальной брюшиной А как уже было Сказано выше Если не произошло Контакта С париэтальной брюшиной Боли носят Невокализованный Характер Когда в животе Есть боли Невокализованного Характера Это ведет К тому Чтобы Провести Консервативную Тактику Лечения И это Ведет К промедлению Когда Необходима Будет Срочная Операция Итак Кроме того Повышается Температура Тела Тошнота Однократная Рвота Может быть Недомогание И озноб Симптомы Раздражения Брюшины Резкое усиление Боли в животе При быстром Снятии Пальпирующей Руки С передней Брюшной Стенки После Надавливания А также Мы можем Положить больного На левый бок Убедиться Что боли При этом Усиливаются В правой Воздушной Области Я подготовил В конце Лекции Перечень Вопросов Который Вам поможет Проверить Свои знания Из предыдущих Лекций И предыдущих Практических Занятий Все эти Противовоспалительные Средства Такие как Индометаций Бупрофен Парацетамол Анальгин И прочие Болевой синдром Может быть Не выражен Не столь ярко Выражен Эти больные Чаще всего Поступают На поздних Этапах Когда Развивается Уже Явление Перитонита Поскольку Они не могут Адекватно Оценить Болевой синдром И они Его купируют Анальгетиками Наличие Беременности Почему Это очень важно Потому что Когда Женщина Беременна У нее Есть матка Которая Увеличивается В размерах И увеличиваясь В размерах Она Оттесняет Купол Слепой кишки Выше И выше И выше Из-за этого Расположения Аппендикса Будет Несколько Выше Чем В норме О возрасте Необходимо Тоже Сказать Небольшую Рамарочку Что У пожилых Людей Очень часто Острый Аппендицит Практика Это типично В силу Того Что Нервные Окончания У пожилых Людей Не настолько Сильно Реагируют На боль Так как У пожилых Людей Чаще всего Есть Множество Сопутствующих Заболеваний Которые Сопровождаются Те В той или иной Мере Выраженным Болевым Синдромом И они Не столь Сильно Придают Значение Таким Заболеваниям Которые Могут Проявиться Боли в брюшной Полости Кроме Того У пожилых Людей Снижена Так называемая Реактивность Организма Реактивность Организма Это способность Противостоять Различным Заболеваниям Организма В том числе Воспаление Это одно Из свойств Реактивности Организма То есть У пожилых Людей Реакция Воспаления Может быть Не так Ярко Выражена Всего Этого Будет Растянута По времени Клиническая Картина Она Будет Развиваться Своим Чередом Но Не носить Никаких Проявлений Клинического Характера Которые Позволят Человеку Обратиться В лечебное Заведение Вовремя В случае Острого Аппендицита Необходима Экстренная Госпитализация Вам Как Сестрам Необходимо Объяснить Человеку Что Человеку Есть Пить Принимать Обезболивающее Греть Что-то Нельзя Если Человека Будут Экстренно Подавать На операционный Стол Ему Необходимо Промыть Желудок Через Назогастральный Или Орогастральный Зонд Большого Диаметра Так как Нам необходимо Будет избавиться От пищи Которую Принимал Человек А это Будет легче Сделать Именно Через Зонд Большого Диаметра Больной Больной Должен Транспортироваться На каталке Или На носилках Или Хотя бы На Кресле Каталки Почему Потому что Каждый шаг У человека У которого Произошло Развитие Заболевания Он будет Причинять ему Боль А человек В норме Не должен Испытывать Боль Лечение Острого Аппендицита Только Оперативное Но Здесь Тоже Необходимо Сделать Небольшое Отступление И объяснить Что На стадии Когда У нас Имеется Катаральный Аппендицит Это значит Что происходит Воспаление Визуально Это выглядит Как Небольшое Покраснение То есть Эти изменения Являются Еще Обратимыми И Сейчас В большинстве Больниц Принято Такое Направление Что На первых Этапах Заболевания Если Человек Пришел Незапущенным Явлением То есть Никогда У него Нет Явлений Местного Перитонита Нет Высокого Лейкоцитоза Заболевание Возникло Относительно Недавно Относительно Недавно Если Так уж Средние Сроки Это 5-6 Часов На этом Этапе Начинается Массивная Антибиотикотерапия Если На фоне Массивной Антибиотикотерапии Инфузионной Терапии Без Анальгетиков У человека Купируются Боли Снижается Лейкоцитоз То в данном Случае Больной Пройдет Под диагнозом Тифлит И К оперативному Лечению Прибегать Не надо Потому что Удаление На операции Катарального Аппендицита Это Порочная Техника Это Можно сказать Была Ненужная Операция Потому что Эти явления Обратимы Но Если мы Имеем дело С флегмонозным И гангренозным Аппендицитом То Это Однозначно Только Оперативное Лечение На данной Иллюстрации Показаны Различные Формы Аппендицита Перфоративный И апсидирующий Аппендицит Это Осваждение Это Не формы Вам важно Понимать Что есть Катаральный То есть У нас Имеется Отечная Стенка Вот Есть Гиперемия Но Эти изменения Еще раз Акцентирую Внимание Они Обратимы Флегмонозные Здесь Уже Происходит Утолщение Рассвоения Стенки Которые Иногда Возможно Увидеть С помощью УЗИ Диагностики Но Это Не очень Большой Процент Случаев Чаще Всего Визуализировать Не Удается Можно Визуализировать С помощью КТ Однако Это Дорогостоящие Методы Исследования Поэтому К нему Во множестве Клиник У нас Запрещают Прибегать Гангренозный Аппендицит То есть У нас Есть Некроз Части Кишки Естественно Некроз Никогда Не Станет Снова Здоровой Тканью В Кишечнике И Через Эту Гангренозную Ткань Со Временем Произойдет Перфорация После Того Как Сойдет Перфорация Сюда Приклеится Сальник И Там Будет Сформирован Абсцесс Если Это Содержимое Кишки Не Разольется По всей Брюшной Полости Острый Холецистит Острый Холецистит Это Воспаление Желчного Пузыря Выше Приведена Иллюстрация Это Желчный Пузырь С Несколько Утолщенной Стенкой Визуализирован С помощью Ультразвукового Исследования Здесь Мы видим Камень В желчном Пузыре Однако Он Не Обтурирует Шейку И Вот Здесь Так Называемая Эхонегативная Дорожка Это Блок Сигналом Эхо Позади Плотной Структуры Вообще Методы Исследования УЗИ При диагностике Острого Холецистита Носит Решающее Значение Так как Мы можем Довольно Четко Визуализировать Все изменения Которые Произошли В данный Момент С Желчным Пузырем Мы можем Увидеть Наричие Конкрементов И даже Их расположение В желчном Пузыре Есть Два Принципиально Два Заболевания Желчного Пузыря Калькулезный Холецистит И Бескаменный То есть Калькулезный Подразумевает Наличие Конкрементов То бишь Камней А бескаменный Тот Который Протекает Без Образования Камней Здесь Важно Понимать Что Бескаменный Острый Холецистит Это Довольно Редкая Ситуация Он Часто Возникает У пожилых Людей И Связано Это С тем Что Происходит Тромбоз Пузырной Артерии Которая Кровоснабжает Желчный Пузырь И На фоне Того Что у Человека Нет Камней У него Происходит Все равно Гангрена Желчного Пузыря Что касается Что касается Патогенеза Заболевания При наличии Камней В желчном Пузыре Чаще всего При нарушении Соотношения В составе Желчи Между Холестерином И желчными Кислотами Начинает Выпадать В осадок Холестерин Образуются Холестериновые Камни Очень редко Образуются Кальцевые Камни Это зависит Именно От пропорции Состава Желчи Когда Произошло Образование Камня Камень Может пройти В шейку Желчного Пузыря Сюда Заблокировать Ее И тем Самым Будет нарушен Отток Из желчного Пузыря Он должен В норме Сокращаться Когда Будет нарушен Отток Потихоньку Из желчных Путей То есть Из 12-перстной Кишки Пройдет Микрофлора Она Пойдет По Холедоху То есть Общему Желчному Протоку Затем Пойдет В пузырный Проток Обойдет Этот камень Потому что Микробу Не нужно Много Пространства Для того Чтобы пройти И начнет Размножаться В желчном Пузыре Когда Она Начнет Размножаться В желчном Пузыре Она Увеличит В объеме Содержимое Желчного Пузыря Тем Самым Будут Натянуты Его Стенки На этих Стенках Располагаются Кровеносные Сосуды Эти Кровеносные Сосуды Будут Уплощены По ним Будет Невозможно Доставить Достаточное Кровоснабжение К стенкам Желчного Пузыря И они Со временем Сначала Будут Толщаться Образуется Флегмона А затем Будет Происходить Некроз И будут Гангренозные Изменения Факторы Риска Образования Камней Это Бесспорно Ожирение Сахарный Диабет Беременность Многородящие Женщины И прием Оральных Контрацептивов Стоит Указать Что чаще Холецистит Развивается У женщин Связано Это Как и в случае С приемом Контрацептивов С высоким уровнем Чаще всего Эстрогена Именно С женскими Гормонами Та же Речь идет При ожирении Потому что При ожирении У людей В том числе И у мужчин Повышенное Содержание Эстрогена В организме Обычно Заболевание Начинается С боли В правом Подреберье Вам необходимо Будет указать Симптом Боли В правом Подреберье Именно Что я Спрашиваю Это Как называется Точка проекции Желочного пузыря И Также Одноименно Называется И симптом Который Возникает При пальпации В этой точке Характерная Радиация В правое Надплечье Ключицу И лопатку Как называется Этот симптом При Остром Холецистите Здесь мы Видим Флегмонозно Измененный Желочный Пузырь Мы видим У него Довольно Толстая Стенка Если мы Перенесем На шкаут Наверное Это Миллиметров 7 Может быть Даже 9 В норме Толщина Стенки Желочного Пузыря Это До 4 Миллиметров Поэтому Вы можете Сравнить Боли Нарастают И за 30 минут Становятся Сильными Постоянного Характера Часто Сочетаются С изжогой Тошнотой Рвотой Которая Не приносит Облегчение Боль Может длиться Несколько Часов Живот При этом Вздуд Больной Вне приступа Часто Жалуется На отрыжку Потерю Аппетита И запоры Из анамнеза Необходимо Выяснить Не является Ли непосредственная Причина Приступа Погрешность В питании Обильный Прием Острой И жирной Пищи Такая пища Вызывает Активное Сокращение Пузыря Если там Находятся Камни То они Могут Идти По протоку И вызывать Колику Имеется Ввиду Что они Заблокируют Проток И у нас Будет Печеночная Или Желочная Колика Когда Они Закупоривают Общий Желочный Проток То есть Вспоминаем Анатомию Что у нас Есть Два Печеночных Протока И с Правой И левой Доли Печени Затем Идет Общий Печеночный Проток Вот Здесь Располагается У нас Желочный Пузырь У него Есть Пузырный Проток Который Впадает В общий Печеночный Проток И образует Вместе С ними Холедах Или Общий Желочный Проток И затем Этот Общий Желочный Проток Впадает В Двенадцатиперстную Кишку Так вот Если Камень Пойдет Из желчного Пузыря И заблокирует Общий Желочный Проток На каком Либо Участке То Желочь Будет Возвращаться Она Будет Накапливаться В желчном Пузыре А также Она Будет Возвращаться И накапливаться В печени Печень У нас Выполняет Множество Функций Одна Из них Детоксифицирующая Желочь Сама По себе Является Несколько Токсическим Веществом И в случае Накопления Высокого Количества Желчи У нас Будет Токсический Гепатит Вот У взрослого Человека У детей Несколько Другие Проблемы Будут С этим Связаны В этом Случа Моча Станет Темной Как в случае С образцом Номер Три Для сравнения Здесь есть Образец Номер Два Который Носит Абсолютно Нормальный Цвет А као Будет Светлым Так как Желочь И конкретно Стеркабелин Будет Ответственны За Окраску Као Если Желочь Не поступает В кишку Тогда Као Окрашивается В Белый Цвет Светлый Могут Быть Камни Которые Никакими Симптомами Себя Абсолютно Не проявляют Больного Необходимо Опросить Провести Осмотр Больной Может Находиться На спине Где Говорит Что Облегчается Его Состояние Зазык У человека Будет Суховат Может Быть Вообще Сухой Обложен Каким Либо Налетом Чаще Всего Это Белый Налет У него Может Быть Ощущение Горечи Во рту Часто После Рвоты Когда Человек Рвет Остатками Желчи Которые Расположены Ниже Участка Которые Закупоривают Которые Был Закупорен Камнем Человек Описывает Что У него Горечь Во рту Чаще Всего Горечь Связана С тем Что Человек Рвал Желчью И Вот Эти Остатки Желчи Желчь На вкус Она Имеет Горький Привкус Поэтому Вот Это Ощущение Горечи Человек Вам И Описывает Желчный Пузырь Довольно Тяжело Пальпировать Вам Необходимо Проверить Симптом Симптом Поколачивания Ребром Ладони По Реберной Дуге Справа Дает Болезнь С точки Проекции Желчного Пузыря Однако Вам Важно Запомнить Что Некоторые Симптомы Необходимо Проверять С Противоположной Стороны Также Потому что Если Вы Поколотите Прибром Ладони По Реберной Дуге Со Стороны Желудка То Там Вы Тоже Можете Иногда Услышать Что Человек Ощущает Болезненность Тогда Это Уже Вопрос Не К Острому Холециститу А Возможно Какой Либо Обежреберной Невралгии Или Травме Также Будут Отмечаться Общие Симптомы Интоксикации Тахикардия Одышка Гипертермия Из Физических Проблем У больного С холециститом Будут Локальная Боль Справа Вынужденное Положение Нарушение Сна Из-за Боли Тошнота Рвота Потеря Аппетита Изменение Цветокалой Мочи Из Психологических Проблем Страх Из-за Непонимания Заболевания И боязнь Операции Из социальных Проблем Нарушен Самоуход Но опять же В силу Болевого Синдрома В стационаре Необходимо провести Лабораторное Исследование Анализ Крови Мы будем Мы будем Видеть Там Повышенное Слое Лейкоцитоз Сдвиг Лейкоцитарной Формулы Влево В анализе Мочи Мы увидим Изменение Цвета Мочи Макроскопически Мы увидим В ней Содержание Повышенное Урабелина Урабелиногена То есть Желочных Пигментов Из инструментальных Методов Первый По Приоритетности Методов Это УЗИ Дальше Может быть Рентген УБП В стандарт Входит ФГДС ЭКГ Операция Может быть Открытая То что вам Уже знакомо И лапороскопическая И здесь На иллюстрации Приведена Операция Измени доступа Измени доступа Подразумевает То что мы Делаем Небольшой Разрез Имитирующий Разрез По Кохеру Чаще всего Для того чтобы Получить доступ К желчному пузырю И Используются Специальные Инструменты Для мини доступа У них Обычно Удлиненная 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 форма Для того чтобы Иметь доступ Через маленький доступ Иметь Хорошие возможности Для оперативного Маневра Специальный Рано Расширитель Рамочный Который мы здесь Видим В виде круга Позволяет нам Выполнять эту операцию Это так скажем Компромиссный вариант Между Вапароскопической И Открытой Операции Если необходима операция Тогда Сестра будет Готовить больного К ней Чаще всего Если острый Холецистит Не является Гангренозным Или перфоративным То Прибегают На первичных этапах К Консервативному Лечению И в случае Если Болевой Симптом Синдром Не купируется Мы Прибегаем К Отсроченной Операции Вспомните Пожалуйста Сроки Срочной Операции Острый Панкреатит Это Изначально Асептическое Воспаление Поджелудочной Железы Я хочу Соакцентировать Внимание На том Что Это Изначально Асептическое Воспаление Значит Что В нем Не принимают Участие Какие-либо Инфекционные Агенты То есть У нас Есть Проявление Воспаления Но Не всего Инфекционного Воздействия На поздних Этапах Могут Возникать Гнойные Осложнения При тяжелом Или средней Тяжести Течения Остром Панкреатите Но Чаще всего Это Проходит В форме Асептического Воспаления Поджелудочной Железы Часто Для возникновения Панкреатита Необходимое Нарушение Экзокринной Функции Часто Связано С перееданием Наличием Большого Количества Жиров Углеводов Также Употреблением Алкоголя Что стоит На первом Месте Панкреатит Приводит Нарушение Функции Других Внутренних Органов Кишечник Причинами Панкреатита Чаще всего В Российской Федерации Является Употребление Различных Суррогатов Алкоголя Некачественного Алкоголя Что ведет В свою очередь К Безвоживанию Вообще Обезвоживание Очень важный Момент В патогенезе Острого Панкреатита Поэтому Основное Лечение При легких И среди Тяжести И тяжелых Даже формах Острого Панкреатита Это Массивная Энфузионная Терапия Вот Также Могут быть Причины Панкреатита Это Травмы Прием Некоторых Препаратов Как Стероидные Противовоспалительные Препараты Некоторые Препараты Противоопухолевые Такие Процедуры Как РХПГ ЭПСТ Которые Могут привести К Папелиту Если Было Введено Контрастное Вещество Контрастное Вещество При РХПГ Способно Вызвать Панкреатит Также Есть Такое Понятие Как Билиарный Панкреатит Если Камни Желочного Пусыря Закупали Холедах Или Большой Сосок Двенадцатиперстной Кишки Тогда Нарушается Отток Секрета Из Поджелудочной Железы Что в свою очередь Повысит Давление В Протоке Поджелудочной Железы И в свою очередь Вызовет Панкреатит При сборе Анамнеза Необходимо Выявить Острое Начало Заболевания Которое Будет Проявляться Сильными Болями Которые Возникают После Приема Чаще всего Алкоголя С жирной Пищей Если вы Уявили Такую Связь Следует Уточнить Были ли Подобные Приступы Раньше Если Подобные Приступы Раньше Были Следует Это Расценивать Как Хронический Панкреатит Если Такой Связи Нет То Следует Проверить Версии Травмы Прием Каких Либо Препаратов Недавно Какие Либо Медицинские Манипуляции Отличительным Признакам Панкреатита Является Рвота Она Многократная Не приносит Облегчения Часто С примесью Желчие Затем Просто Слюной Или Слизью Больные Жалуются На сухость Во рту Икоту Потливость И слабость В случае Если Больной Испытывает Интенсивный Рвотный Рефлекс Нам Необходимо Препинить Противорвотные Препараты Как Метокопромид А также Мы можем Установить Назокастральный Зон Чем самым Облегчить Состояние Больного То есть Содержимое Желудка Будет Выходить Через Назокастральный Зон Что в свою Очередь Облегчит Страдания Пациента Ему не придется Привегать К рвоте Решение Больного С острым Панкреатитом И оценка Сестринского Вмешательства Такие же Как при каждом Случа Острого Живота Исход Заболевания Во многом Зависит От того Как быстро Больной Получит Инфузионную Терапию Острый Перитонит Острый Перитонит Это Воспаление Брюшины На данной Иллюстрации Мы видим Воспаленный Червеобразный Отросток На Пароскопической Операции Мы видим Участки Наложения Фибрина С гноем Вот На верхушке Так же Это мы Можем Расценивать Как Отграниченный Перитонит Местный Перитонит Не выходящий За пределы Одной Анатомической Области То есть Правой Подвздошной Классификация Перитонит Бывает Первичный Вторичный И третичный Здесь важно Понимать Что первичный Перитонит Иначе его Называют Спонтанный Перитонит Есть Какое Либо Заболевание Длительно Вялотекущее Хроническое Сложное Это Туберкулез Сифилис Ильгонорея Чаще всего И они Каким-либо Образом Провоцируют Кематогенные Лимфогенные Диссеминации Проникновение Возбудителя В брюшную Полость И тем самым Развитие Перитонита Вторичный Перитонит Это Тот Перитонит Который Возникает Чаще всего Как осложнение То есть У человека Например Возникло Воспаление Червеобразного Отростка Он Воспалился Выпил Фибрин С гноем На верхушке Или перфорировал Вот вторичный Перитонит Была Язва Там Двенадцатиперстной Кишки К примеру Она Перифорировала Содержимое Двенадцатиперстной Кишки Излилось В брюшную Полость Мы получили Вторичный Перитонит Третичный Перитонит Это Когда На фоне Проводимой Терапии Перитонита Мы Смогли Вылечить Это заболевание Затем У нас Произошла Суперинфекция Распространенность Перитонит Может быть Местный Отграниченный Не Отграниченный А также Распространенный Диффузный Или Разлитой Эксудат Серозный Фибринозный Гнойный И геморрагический Здесь Важно Понимать Что Геморрагический К примеру Перитонит Не является Как таковым По природе Однако Если мы не уберем Кровяной Звузки Он со временем Может быть Стать Серозным Фибринозным Или гной Вы часто Можете услышать Также Кавловый Перитонит Вот Это Не совсем Верное Определение Однако Отображает Характер Содержимого Которое Попало В грешную Полость То есть Геморрагический Кавовый То есть Нам важно Понимать Что если Это Кавовый То Он Перейдет В гной Если Это Геморрагический Если Помыть Брюшную Полость Хорошо Физраствором То Никакого Перитонита Не будет Больной Будет Жаваться На боли В животе Вначале Заболевание Умеренное И локальное Затем Разлетая И сильное При осмотре Сестра Обнаружит Что Язык больного Обложен Налетом Сухой И даже Может быть С трещинками По краям Что говорит Об обезвоженности Также Мы можем Провести Пробу Щипка Взять На тыльной стороне Ладони Кожу Человека Двумя Пальцами И создать Складку И Эта Складка Должна Расправиться В течение Двух Секунд Если Мы Не видим Что Складка Расправляется Значит Тургер Кожи Снижен А если Тургер Кожи Снижен Значит Человек Обезвожен На иллюстрации Здесь Мы видим Как У человека Язык Обложен Белым Налетом Чаще Всего Такой Белый Налет Может быть Признаком Различных Заболеваний Органов ЖКТ В том числе И перитонит Стула И газов При перитоните Не будет Живот При осмотре Будет Умеренно Вздут Или сильно Даже Вздут Не будет Участвовать В дыхании Всего напряжения Передней Брюшной Стенки При пальпации Передняя Брюшная Стенка Будет Напряжена Будут Положительные Симптомы Раздражения Брюшины Лечение В зависимости От причины Различное Но только Оперативное Транспортировать Больного Необходимо Лежа На каталке Острая Кишечная Непроходимость Заболевание При котором Кишечное Содержимое Не проходит По кишечнику В данном Случае На иллюстрации Изображена Опухоль Сигновидной Кишки Которая Обтурирует Почти полностью Просвет То есть Какое-то Кишечное Содержимое Возможно И способно Пройти Там жидкое Но если Это плотный Какой-то Оформленный Кау То Он здесь Не способен Будет пройти Вообще Причины Острой Кишечной Непроходимости Это Обтурация Опухолью Обтурация Паразитами Здесь На иллюстрации Указана Обтурация Клубком Аскарид Однако Это могут Это могут быть Не только Аскариды Обтурация Желочным Камнем Преобразование Желочного Свяща Крайне Редкое Осложнение Перегиб Кишки Спайками В виде Двухстволки Очень возможно При повторных Оперативных Вмешательствах Сдавление Перегиб Кишки Воспалительным Очагом При Межпитильном Обсцессе При Недостаточном Недостаточной Санации После гнойных Заболеваний Брюшной Полости Спайка Удавка Когда она Перехватывает Какую-то Часть Кишки Припаивает И не дает Пройти Содержимому Заворот Кишки И Или Брыжейки Также Может быть Узлообразование И инвагинация Либо Телескопирование То есть Часть кишки Входит В другую Часть кишки И тем самым Обтурирует Ее просвет Очень часто Это заболевание Возникает У детей Но Опять же Если Сравнивать С взрослыми Механическая И динамическая Это два Главных Типа Кишечной Непроходимости Которые Принципиально Различаются По методике Лечения Механическая Это Обтурационная Обтурация Значит Что закрыт Просвет Это опять же Опухоль Камни Странгуляционная Закупорка Просвета Кишки Нарушение Кровообращения С последующим Некрозом Ущемленная Грыжа Заворот Кишечника Инвагинация Инвагинация Внедрение Пересталь Перестальтика Кишечника Например При панкреатите Анамнез Внедрение Кишечника 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 Давящий Принципи Кишечника Толстой Кишечной Непроходимостью Клиника Стула И газов У больных С острой Кишечной Непроходимостью Живот Вздуд При Абтурационной Форме Острой Кишечной Непроходимости Живот Вздуд Равномерно Да еще Перестальтика Усилена Видна Через Брюшную Стенку И схвачена На расстоянии При Странгуляционной Форме Живот Вздуд Неравномерно Название Этого Симптома Необходимо Будет Указать Больному Обязательно Будет Проведено Пальцевое Исследование Прямой Кишки Из Инструментальных Методов Обследования Применяют Обзорную Рентгенографию Брюшной Полости Которая Не требует Особой Подготовки Если Сомнение Пациенту Дается Пероральный Раствор Бария Или Водорастворимого Контраста И назначается Повторный Снимок Через 6 часов Почему Через 6 Потому что Если Мы Сделаем Снимок Немедленно Или Меньше Чем Через 6 Часов Мы Не Сможем Оценить Динамику Пассажа Контрастного Вещества Если Результат Негативен То есть Мы Видим Какой-то Участок Препятствия То Тогда Будет Изврано Оперативное Лечение Грыжи Передней Брюшной Стенки Это Выход Внутренних Органов Брюшной Полости Через Дефект Мышечна По Невротическому Стуе Передней Брюшной Стенки Почему Я уточнил Передней Брюшной Стенки Потому Что У нас Есть Другие Типы Грыж У нас Есть Грыжи Которые Прободают Диафрагму То есть Диафрагмальные Грыжи Есть Параэзофагиальные Грыжи Которые Проходят В Аксиальное Это Проходят В отверстии Пищеводном Диафрагме Параэзофагиальные Рядом С пищеводным Отверстием Диафрагма Это Другие Типы Грыж Также Вы знаете Что Существует Еще Грыжи Местопозвоночного Диска Которые Нас В частности Общих Хирург Не интересуют И Грыжи Шморли Это Грыжи Которые Входят В тело Позвонка Тоже Уди Унирохирургии Классификация Грыж Врожденные Приобретенные Могут Быть Паховые Бедренные Пупочные Эпигастральные Имеется ввиду Вентральные Послеоперационные По клиническому Течению Осложненные И неосложненные Что касается Осложнения Самое Грозное Осложнение Которое Нас Интересует Это Ущемление У нас Есть Составные Части Грыжевого Мешка Это Дно Тело Шейка И Устья Можете Поставить На паузу Прочитать Содержимый Асфальдом Жалобы При Неосложненной Грыже Наличие Выпячивания Создающие Дискомфорт И Ущемление Резкая Боль Отсутствие Отхождения Газовых Стулов Или Затрудненное Отхождение Газовых Стула Почему Я говорю Или Отсутствие Или Затрудненное Отхождение Потому что Существует Так называемое Рихтеровское Ущемление Когда У нас Не вся Кишка Вышла В Грыжевой Мешок А только Ее стенка И какая-то Часть Кишечного Содержимого Способна Более Жидкая Естественно Способна Проходить Далее Бокишки Однако Это Не отмечает Не отменяет Проблем Ущемления Кишки Кроме Того У нас Есть Еще Очень Важный Момент Чаще Всего Осложнение Грыжи В виде Ущемления Происходит Резко У нас Есть Два Типа Ущемления Эластическое В том Случае Когда Человек Поднял Какой-то Груз Вот Это Ущемляющее Кольцо Оно Немножко Разошлось В силу Того Что Мышцы Напряглись Потом Расслабились Потом Опять Напряглись И Ущемлили Какую-то Часть Кишки Или Всю Кишку Это Эластическое Оно Возникает Резко Резкая Боль Выпячивание А Есть Другой Тип Каловое Ущемление Когда У нас Есть Какой-то Дефект Мышечно По Невротическому Слою И Потихоньку Потихоньку У пожилых Людей Туда Накапливаются Плотные Каловые Массы Которые Дальше Неспособны Пройти И Они Ущемляются Оба Этих Варианта Ущемления Опасны Однако При Каловом Ущемлении Обычно Больные Подступают В более Запущенном Состоянии Потому Что Они Не Придают Значение Своему Состоянию В силу Пожилого Возраста В силу Снижения Чувствительности К болевому Синдрому И в силу Длительности Нарастания Болевого Синдрома В частности Калового Ущемления Лечение Только Оперативное Если Образование Мягкое Эластическое Безболезненное Увеличивается В размере При Натуживании Значит Грыжа Вправимая Она Неосложненная Необходима Плановая Операция Здесь Стоит Оговориться Что Иногда Грыжа Не Вправимая Однако Не Ущемленная То есть У нас Есть Дефект Где-то Кишечная Стенка Или Какое-то Содержимое Брюшной Полости Может быть Цальник Припаялись К грыжевому Мешку Однако Они Не Ущемлены То есть У человека Нету Стойку Болевого Но Вправиться В грыжную Полость Они Не Могут А вот Если Грыжа Появилась Внезапно После Поднятия Тяжести Или Напряжения Сопровождается Сильной Болью И Выпячивание Не Исчезает Значит Грыжа Ущемленная И Оперировать Ее Нужно Экстренно При Осмотре Может быть Выявлено Выпячивание Которое Не Исчезает При Изменении Положения Тела Оно Плотная И Болезненная Если Ввести Палец В Грыжевые Ворота То Может Быть Обнаружено Отсутствие Кошлевого Толчка Так Как Ущемленная Петля Кишки Оказалась Разобщенной С остальным Кишечником Вместе С кишкой Ущемляются И кровеносные Сосуды Брожейки Что Приводит К нарушению Кровообращения Ущемленной Кишки И Некрозу Поэтому У больного Будут Нарастать Во всеми Его Последствиями Решение Приоритетной Проблемой Экстренная Операция Цель ее Рассечения Грыжевые Ворота Освободить Петлю Кишки И решить Вопрос О ее Резекции Теперь Несколько Важных Моментов Перед Операцией Необходимо Будет Установить В случае Если Пациент Ел Или пил Незадолго До этого На Загастральный Зонд Техника Установки Назагастрального Зонда Это Очень Впервые Вам Необходимо Объяснить Пациенту О том Зачем Будет Установлен Назагастральный Зонд То есть Возможность Аспирации Во время Анестезии Что может Привести К Послеоперационной Пневмонии То есть Забросу Содержимого Желудка В легкие Что вызовет В свою очередь Пневмонию И возможно Аспирация Рвотными Массами То есть Вплоть До асфиксии И гибели Это Необходимо Объяснить Однако Необходимо Объяснить Это Пациенту Теми Словиями Которые Он Поймет Не Используя Медицинский Жаргон И терминологию Затем После того Как пациент Согласился На вмешательство А нам Необходимо Его согласие В данном Случае Хотя бы Устное Вот Он Ознакомлен Со всеми Сложностями Если Он Не согласен Запомните Что больница Не тюрьма Больница Это Учреждение Где Помогают Людям Поэтому Человек Волен Распоряжаться Своим здоровьем Если Он Отказывается От вмешательства Вам Необходимо Позвать Врача И в письменном Виде Оформить Отказ От Установки Назок Назок Странного Зонда Чтобы В случае Каких-либо Осложнений Или гибели Пациента Повлекшими За собой Не установлена Зонда Который Вызвал За собой Эти Осложнения Чтобы Юридическая Ответственность Не легла На вас За гибель Этого Пациента Далее Как нам Необходимо Устанавливать Зонд Нам Необходимо Взять За Конюлю Отмерить Расстояние От кончика Носа До мочки Уха И от Мочки Уха До проекции Желудка Таким образом Мы отметим Маркером На зонде Длину Которая нам Необходима Для установки Назок Астрального Зонда Чтобы он Оказался У нас В желудке Затем Необходимо Попросить Пациента Закрыть Одну Ноздрю Пальцем Попробовать Подышать Другую Ноздрю Пальцем И Попробовать Подышать И спросить Через Какую Ноздрю Лучше Проходит Воздух Потому что Многие Пациенты Сталкивались С травмами Носовой Перегородки И через Какую-то Ноздрю Возможно Будет Осуществляться Хуже Дыхание И в свою Очередь Это признак Того Что Зон Будет Больше Травмировать Эту Ноздрю И будет Хуже Там Проходить Или Вообще Не способен Будет Пройти После Того Как мы Это Сделали Нам Необходимо Нанести Гель Смазку Мы Используем Например В больнице Катэджейль Это Смазка С Обезболивающим Нанести Ее На кончик Зонда Нанести Ее В Ноздрю Попросить Пациента Втянуть Ее В себя Для того Чтобы Равномерно Распределиться По Плости Наружного Носа И Ноздри Вводить Зонт Вводить Зонт При этом Попросив Пациента Согнуть Голову Так Чтобы Подбородком Касаться Груди Потому Что При разгибании Головы Человеку Инстективно Хочется От этого Неприятного Действия Отгородиться И он Пытается Разогнуть Голову Но Когда Человек Разгибает Голову Зонт Начинает Выходить Либо Через Рот Либо Способен Попасть В дыхательные Пути И тот И тот Эффект Мы Не хотим Добиться Поэтому Ему Необходимо Сжимать Голову Как Только Он Почувствует В горле Ощущение Того Что Там Попал Зонт Нам Нужно Просить Его Делать Глотательные Движения И Синхронно С этими Движениями Либо С помощью Завязок В виде Бинта Либо С помощью Завязок В виде Пластыря Лучше Естественно В виде Пластыря Потому Что Это Более Надежная Фиксация Для Этого Нам Нужно Отрезок Пластыря Обмотать Вокруг Назок Астрального Зонда И Зафиксировать Его На крыльях Носа Зонт Будет Убираться При Различных Заболеваниях Через Разное Различное Время После Операции После Вапароскопической Операции Больного Нужно Научить Свободную Одежду Носить Ну Вернее Дать Ему Рекомендации Сказать Что Вам Необходимо Не Поднимать Тяжести И Принимать Некоторые Лекарственные Препараты Которые Были Назначены Врачом Больные Убеждены Что Они Могут Вернуться К Прежнему Образу Жизни И Это Так На самом Деле Однако Более Дискомфорт Будут В некотором Виде И Сопутствовать Поэтому Необходимо Возвращаться К Прежнему Образу Жизни Постепенно После Вапаротомической Операции Необходимо На Больного Научиться Поворачиваться Если Там Балканская Рама Объяснить Как Это Сделать Что Ему Лучше Находиться Сейчас В положении Фоблера Положение Фоблера Это Слегка Приподнятым Головным Концом Вот Необходимо Делать Глубокие Вдохи Дыхательную Гимнастику Естественно Проще всего Дыхательная Гимнастика Это Дать Человеку Надувной Воздушный Шар Чтобы Он его Надувал Периодически Тем Самым Будет Профилактика Состойной Пневмонии Если Человек Ходит Встает Ему Необходимо Носить Компрессионный Бандаж То есть Специальный Пояс Утягивающий Который Не будет Позволять Его Поддерживать Вернее Будет Его Брюшную Стенку И Снижать Болевой Синдром При ходьбе Потому что Любое Толчкообразное Движение Будет Отдаваться Болею На месте Разреза Необходимо Человеку Объяснить Назначение Дренажа И зонда Потому что Это Негуманно Если Человек Не знает Зачем Это Потому что Это Причиняет Сумасшедший Дискомфорт Вот Поэтому Надо Человеку Объяснить Зачем Эти Вещи Установлены У него Уход За Дренажом В дренажные Трубки Ничего Не вводится Абсолютно Никогда Единственное Исключение Это Проточно-промотные Дренажные Системы Однако Проточно-промотные Дренажные Системы В брюшную Полость Не устанавливается Они Устанавливаются Либо В Забрюшенное Пространство При купировании Явлений Гнойных Осложнений Острого Панкреатита И все Либо При Абсессах Поверхностных Тканей Подкожно-жировой Клетчатки Мышц Тогда Может Выводиться Проточно-промотная Система Вспомните Какие Еще Типы Дренирования У нас Существуют Замена Контейнера Производится Регулярно Минимум Один раз В сутки При Каждой Замене Мы отмечаем Количество И характер Содержимого Содержимое Может быть Серозным То есть Это прозрачная Жидкость Которая По сути Своей Является Плазмой Геморрагическая То есть Это кровь Может быть Серозно-геморрагическая То есть Мы видим Очень светлую Кровяное Содержимое Такое Едва Окрашена В розовый Цвет Может быть Гнойная Кавовая И так далее Также Мы можем По дренажу Видеть Желчь Или мочу Уход за раной Вокруг дренажа Это обработка Антисептиком А также Смена Асептической Повязки Необходимо Ее производить Замену По необходимости Но Не меньше Чем Один раз В сутки При отсутствии Отделяемого Из дренажа В течение Суток Дренаж Удаляется Однако Здесь важно Понимать Что существуют Различные Дренажи Например Есть дренаж Печеночных Протоков И в том Здесь есть Некоторые Особенности Сейчас Можете Поставить Видео На паузу Для того Чтобы Записать Эти вопросы И Ответить Для себя На эти Вопросы Так сказать Проверить Свои знания Благодарю За внимание Вот Надеюсь Все Мы скоро Вернемся К нормальному Режиму Работы Для вас Учеба Вот Всем удачи